Эстонский совет по делам беженцев официально был образован в 2000 году. За четверть века само понятие гуманитарной помощи потерпело существенные изменения. Руководитель эстонской организации Эра Янсен сам хорошо помнит, как в 90-е годы по случайным каналам получал различные продукты из Скандинавии, США, Канады. Конечно, все, кто получал тогда от незнакомых и знакомых людей различную подмогу, вроде сахара, крупы или макарон, не виданных ранее, разноцветных упаковках, благодарны им. Но времена изменились, и Эстония из страны получателя превратила в страну донора, готовую прийти на помощь. Весь сектор гуманитарной помощи изменился, изменилось наше отношение к нему. Мы теперь достаточно богатая страна, чтобы помогать другим. И через наш предыдущий опыт, когда мы сами получали помощь, мы знаем лучше, как эффективнее ее оказывать, в какой именно помощи люди нуждаются, здесь и сейчас, когда они оказались в эпицентре трагичных событий, и им не хватает еды, медицинских препаратов или пришлось уйти из своих родных домов. Более того, как считают эстонские организации, мы могли бы помогать больше, а главное, эффективнее. В центре всегда остается помощь в кризисных очагах, но это не единственное, в чем нуждаются беженцы и в чем им можно и нужно помочь. Именно поэтому есть разные программы. Во-первых, защита прав беженцев. Но также образовательные и консультативные программы, уроки начинающих бизнесменов и даже социально-развлекательные программы для тех, кто вынужден жить за пределами Родины. Сейчас большинство помощи становится денежной, что очень важно базируется на информации, то есть данных и фактах. Мы получаем много фактической информации, на основании которой мы можем лучше оценить, в какой помощи люди нуждаются и где. Там, где работает рыночная система, мы предпочитаем денежную помощь. Люди могут сами пойти в магазин, поэтому мы предпочитаем распределять деньги, а не вещи. Так быстрее, эффективнее, расходы на организацию меньше. Например, в Украине, Грузии, Армении мы в основном помогаем деньгами. Хотя, если говорить о конфликте в Газе, то тут деньги не работают. Есть конторы в Иордании и Турции. Всегда надо исходить из конкретной ситуации. Главный принцип – надо выявить потребности, решить, можем ли мы быстро оказать помощь и отреагировать на кризис. Заполнить нишу там, где ее не могут заполнить другие. Как показывает опыт последних месяцев, такие ниши находятся всегда, причем в самых разных уголках мира – от Европы до Азии и Африки. Михаил Владиславлев, вам была Павла, новости Таллина.